добрый день дорогие друзья добрый день пользоваться канала сегодня вторник 9 мая двадцать третьего года я вас приветствую из трассбурга и выражаем разговор о политике сегодня мне хотелось бы еще раз поздравить ветеранов великой отечественной войны с их праздником с днем победы сколько не поздравляй всегда этого будет недостаточно потому что мы не конечно мне оплатным долгу за все что они сделали для нас и предыдущих поколений поэтому я с радостью хочу повторить свои поздравления пожелать им долголетия крепкого здоровья конечно как можно больше поводов для радости который к сожалению нашей жизни становится не так много и я сразу хочу вас предупредить что в этом материале не поводов для радости не будет то есть это не материал для ветеранов если таковые слезы моих слушателей имеются я то есть это не праздничный выпуск это суровая правда жизни мне потому что сегодня здесь в европарламенте выступал канцлер фрг пола шольц и то что он говорит ведет их исключительно усугублению углублению конфликтности которую мы и так наблюдаем в очень активной форме на украине в ходе этого вооруженного конфликта но он похоже не собирается менять политику евросоюза политику расширения которая и привела к этому конфликту то есть в настоящий момент он заявил о том что европа будет продолжать расширяться в первую очередь он обращается к странам балканов вы знаете что балканским странам были обещаны европейские проспективы но также он упоминает и молдову и грузию ну и конечно же украину то есть этот вооруженный конфликт никак не изменил политики евросоюза и олаф шольц лишь подтвердил то что евросоюз будет расширяться как мирными так и не мирными средствами то есть фактически любыми средствами я и это крайне странно звучало в день праздника европы поскольку день праздника европы это декларация выдающегося французского государственного деятеля рапера шумана который уже через пять лет после окончания войны вышел с предложением о том чтобы объединить угольную и сталитейную промышленность соответственно германии франции для того чтобы в будущем избежать войны поскольку эти две страны были извеченными конкурентами на территории европейского континента и такой союз такая международная организация способствовала бы укреплению мира в Европе то есть в основе евросоюза именно идея мира это действительно звучало крайне странно противоречивая простите вокруг меня слишком много кликов туристов которые посещают европарламент я не знаю услышите вы их или нет если услышите пожалуйста не обращайте на внимание а и так его речи сегодня звучали крайне странно то есть его желание продолжать поддерживаться вооруженной конкретной украине поскольку праздник европы это праздник мира и в этом величие я радару шумами как государственного деятеля что он решился на этот чрезвычайно христианский жест то есть надо отметить что в те времена государственные деятели были верующими людьми они были практикующими христианами генерал де голь тоже был практикующим католиком он ходил по воскресеньям в церковь он просто этого никогда не афишировал считал что это его личное личное пространство он не стоял перед камерами как современный лидер вы знаете они любят стать со свечкой для фото отчетов тогда все было иначе что они были верующими людьми верующим человеком был и радар шума и он вышел с этим предложением с этим планом объединить промышленности с тем чтобы создать эту международную организацию которая будет гарантом мира это удивительно потому что конечно сейчас евросоюз это фактически правая рука нато не поскольку если не евросоюз если бы евросоюз отказался воевать и переключился на дипломатическое русло то конечно все бы сегодня выглядело иначе но похоже что канцлер шольц очень похоже на то что канцлер шольц желает активно поддерживать американский военно-промышленный комплекс это значит конца края этому конфликту нет мне потому что это не только собственно конфликт на украине но это также и другие потенциальные конфликты как то грузия и молдова поэтому дорогие друзья я думаю что этот день нам следует запомнить этот день как вы пишите мне это чистый орвел война это мир мир эта война к сожалению это так но мне хотелось бы чтобы вы действительно помнили о том что радар шуман был выдающимся человеком и как я уже говорила сегодня утром то что происходит сейчас соотносится с его декларации с его планами с его мечтами точно так же как учение иисуса христа с инквизиции то есть ничего общего это не имеет потому что конечно в его представлении евросоюз и вернее евросоюз тогда это был союз угля и стали сообщества угля и стали это конечно залог мира в европе потому что то поколение было готово делать все возможное для того чтобы трагедия второй мировой войны не повторилась и для них главным делом был идеал мира но похоже что у меня времена меняются и в настоящий момент мир становится все более и более иллюзорным если мы примем всерьез то что сегодня говорил о карте шольц то скорее всего этот конфликт с россией будет фактически перманентным поскольку даже если разрешится конфликтность на украине то не вспыхнет новое в молдове или в грузии поскольку не американского военный промышленный комплекс не олов шольц который является вернейшим союзником сша они не намерены отказываться от своих планов расширения как я вам сказала что что просто фактически является тождественным перманентной войне это перманентная война это гопс вы помните был такой философ гопс война всех против всех к сожалению дорогие друзья это то что я вынуждена вам сегодня сказать спасибо что вы меня поправили и напомнили мне латинскую поговорку предупрежден значит вооружен предупрежден значит вооружен это то что я вам предлагаю я думаю очень важно для ваших жизненных планов что вы представляли себе перспективу что это не завершится не завтра не послезавтра они даже возможно в следующем году и далее и конечно благодарю всех тех кто поддерживает мой канал кто пишет комментарии поставить лайк и кто подписывается отдельное кондиозное спасибо всем тем кто делает донаты на развитие спасибо большое за ваш эргентный жест и я жду ваших комментариев и на связи